Новый поворот. В резонансном деле обманутых вкладчиков Волга Кредитбанка. В распоряжении прокуратуры оказались данные о якобы реальном количестве клиентов и суммах на их счетах. Разбирательства перешли в судебную плоскость. Сегодня состоялось первое заседание. Однако ожидания не оправдались. Из зала суда репортаж Нины Ваниной. Есть что-нибудь в кого-нибудь? Давайте, давайте. Давайте, пожалуйста, ставим. Окно можно открыть? Александр Васильевич теряет сознание. Прямо во время интервью переживает не только за себя, но и за других. Мужчина вошел в инициативную группу. Свою настойчивую позицию вкладчики проявили, придя на предварительное слушание. В узком коридоре яблоку негде упасть. Много пенсионеров. Деньги эти я копил всю свою трудовую жизнь. И, конечно, потерять их очень обидно. Ушел на пенсию. Думал, хоть что-то будет подспорье во время пенсии. Люди теряют доверие вообще в банковской системе. На предварительное заседание суда вкладчиков пускают. В зале все, кому хватило места. Для журналистов процесс закрыт. Так, убирайте. ВКБ лишился лицензии в конце прошлого года. Вкладчики, пришедшие получать свои деньги через агентство по страхованию вкладов, обнаружили на своих счетах лишь незначительную часть от всей суммы. По статье «Мошенничество» в особо крупном размере в качестве обвиняемой проходит председатель правления банка Татьяна Ярилкина. Она передала следствию жесткий диск с реестром вкладчиков. Их точное количество и общая сумма в данный момент уточняется. По предварительной информации, речь идет об ущербе в полтора миллиарда рублей, причиненному трём тысячам человек. Проводилась проверка временной администрации банка и агентством, как я уже сказала. Заявления граждан, сведения, указанные в заявлениях граждан, совпадают со сведениями в реестре и на диске. То есть, все это было сопоставлено. Следующим сделан вывод, что там были достоверные сведения. Сами вкладчики опасаются, что суды могут затянуться. Пока же советуют друг другу перестать нервничать, собраться с силами и ждать. Нина Ванина, Игорь Лунёв, Новости губернии. Предварительные слушания длились почти три часа. И как только что стало известно, судья приостановил следствие по данному делу. На том основании, что прокуратура не имеет права выступать истцом в отношении неопределенного круга лиц, как гласит формулировка. У ведомства есть 15 дней для обжалования этого решения. Мы следим за ситуацией.